Сколько? Два месяца? Три месяца? Три месяца уже. С нашей прошлой беседы. Как бабушка? Все хорошо. Дома работать начала. Когда ты с ним последний раз общался? Вчера. Что говорили? Да говорили, что собираемся семейную терапию какую-то пробовать, наложить общение, которое прям вообще никакое. Дело очень красиво и свитерно. Спасибо. Первая кофта, которую я сейчас сам купил. На какие деньги? На заработанные. Как заработал? Дворником. Сегодня мы с тобой встретились, чтобы поговорить по поводу твоих шрамов. Не шрамов не на сердце твоей душе, а шрамов на твоем теле, которые принесла тебе из-за наркотиков. Давай начнем с первого. По хронологии. Это мой шрам на ноге. Мне тогда было лет 16. Помню, год, наверное, 17 должен был наступить. И мы с пацанами со всем детским домом, с общагой поехали в лагерь. Уже не помню, как он называется, но он находится здесь, во Вселышке. Бабушка моя уехала в деревню, там, начать Новый год. Она думала, что я в лагере останусь, все нормально будет. А я, ну, взял и приехал в город, короче. Бабушки нету, я такой, ну ладно, погуляем тогда на всю катушку. С пацанами пошли, замутили много-много всего, там, начиная от алкоголя, там, выпивки, еды, наркотиков. Вот. Там переночевали, первую ночь мы переночевали на ветеранов, потому что не было же возможности добраться обратно в город. Вот. Потом уже в Новый год непосредственно я ночевал у своей девушки, но посреди ночи, так как я был несовершеннолетний, ее мать сказала, что, типа, ну, все, посидели, погостили, теперь вам, ребят, пора. Мы втроем такие вышли, думали, ну, что, пойдем тогда к моему соседу. Зашли к нему, там, у него поспали. А утром я садился с моей девушкой, и мы пошли в десятиэтажку, там такие есть подъезды с черными лестницами. Что-то, ну, мне стало плохо, я решил выйти подышать воздухом. То есть, ну, я открываю дверь, и там вот между одной дверью и другой, вот там были, там был лед, и я на этом льду, короче, ну, подскользнулся, и в падении выбил дверь, стекло, то есть. А стекло было непростое, а с такой железной сеткой, короче. Прям, ну, жесткое стекло, и все, я себе перебил все мышцы задней части бедра, седалищный нерв на две трети у меня был перебит, и там что-то пары миллиметров не хватило, короче, до артерии дотянуться. То есть, ну, чудом шрам огибает артерию. Очень. Я в шоке заорал, она прибежала, такая, что за фигня, я говорю, ну, подскользнулся. Самое удивительное, что я умудрился спуститься с девятого этажа, короче, вниз, и, ну, там где-то еще год, может, полтора, короче, около этого подъезда была такая, кровавая ладошка, короче, моя около двери на стене. Очень страшно было, я думал, что, ну, все, короче, типа, ну, довольно, да, минут 15-10. То есть, ну, я, ну, лет 16 было, да, несовершеннолетние. Слали родители или как-то? Я не знаю, честно, как это все происходило, я же сирота, то есть, ну, меня отправили из лагеря, мне дали копию паспорта, копию полиса, и... За тебя не было никто ответственности за меня? За меня были ответственности, ну, ты что, я сейчас доберусь до этого, там, такая суматоха была. Я спустился, и, ну, начали люди собираться, а я, ну, не трезвый, я, то есть, лежу, меня на телефоны снимают, я давай подпрыгивать, там, типа, ну, выхватывать телефоны, там, откричать, типа, что я найду всех, порешаю. А в тот день еще с нами был мой знакомый, он очень хорошо показал свое дружеское нутро, когда он видел, что я истекаю кровью, он постоял на меня такой, посмотрел и убежал. Суть в том, что, ну, люди собираются, я начинаю забухать, и там кто-то из прохожих говорит, типа, ну, у него артерия перебита, надо перетягивать, не деживет до скорой. И, ну, она снимает ремень свой, как бы, и дает мне, типа, на, перемотай. Я такой, ну, смотрю, а ремень, типа, больше, чем моя нога. Там мужик подходит, него прям туго-туго очень затягивает. Вот, и, ну, минут через 10, там, приехала уже реанимация. И меня, ну, кладут на носилки, кладут в машину, то есть, я вижу, как мне разрезают штанину, ножницами такими огромными, типа, штаны еще такие дорогие, бляжи, кричал, типа, ну, не режьте штаны, они дорого стоят. И, ну, я лежу, у меня какие-то капельницы ставят, я спрашиваю, тетенька, я жить-то буду? Она говорит, не знаю, типа, смотри на потолок, вот, видишь крестик, прочитаю отчинаш, как бы, может быть, мы тебя до болезни довезем, как бы, ну, я ничем тебя понеживать не буду. Я читаю отчинаш, и, ну, выхожу из комы буквально, вот, дня через два уже в реанимации. Первое мое чувство было, типа, за что я, типа, ну, за что я жил, типа, ну, но времени у меня была уже довольно печальная карьера, как ты знаешь, уже, уже был наркоторговцем, и, ну, я думал, что, типа, ну, все, это карма пришла, как бы, ну, нечем не делать на этом свете. Было годы, когда вы очнулся? Было, ну, знаешь, было такое чувство, что, ну, я вот очнулся, и, кроме глаз, я не мог ничем пошевелить, то есть, я не мог сказать слово, я не мог пошевелить ни пальцем. Причем, ну, я был непривязанный, я просто был какой-то паралич, в общем. У меня там был такой гипс, короче, там, какие-то швы, не швы, там, в общем, ну, вся нога была просто перемотана. Меня привели из реанимации, когда в обычную палату, я спросил, типа, ну, а как это вообще получилось-то, ну, почему я жив, мне говорят, ну, так и так, типа, вот, двух миллиметров не хватило, как бы, и буквально еще вот 100 миллилитров крови, и ты бы, ну, уже умер, как бы, меня привезли в реанимацию, как бы, в больницу в реанимацию, я был уже такой полутрупикой, то есть, меня откачивали, делали два переливания крови, нейрохирурга еще долго найти не могли, то есть, у меня нервы там отмирали, пока меня откачивали, то есть, ну, могли вообще, ну, типа, не страстись. Был у нас воспитатель по внутренней работе, очень добрая женщина, она постоянно там с ментами все решала и все делала. Ну, в общем, такая некоррумпированная тетка была, и, ну, она понимала, что, как бы, ну, если она нас не отпустит, то в лагере будет, ну, погром, потому что лагерь детский, Новый год, как бы, ну, и делать, ну, тут гопникам, ну, абсолютно нечего, нам, ну, всем по 17-18 лет, кому-то по 16. И, ну, просто директор лагеря попросил, типа, чтобы нас убрали, нас отпустили в город, то есть, и она пошла на свой страх и риск, то есть, ну, в этот день, когда у меня нога была травмирована, скажем так, мой знакомый с курса, старше меня, повар, на повару научился, не скажу даже, как его зовут, он перелезал через забор, короче, за адресом и повис на ягодье, ну, то есть, на колючей проволоки оставил свой причиндал. Оторвал член? Ну, яичишко. Одно яйцо оторвал на... Да. А куда он перелезал? С закладкой. С женщиной что, ее посадили? Ее нет, я не посадили, как бы, ну, меня выписали из больницы, я приехал вообще об этом, типа, ну, каюсь, все, больше не торгую, как бы, ну, вот при вас все пакеты выпрасываю, отдаю вам, как бы, ну, все, типа, больше никогда к этому делу, и буквально, ну, через неделю я встаю, короче, покурить, типа, выхожу на балкон, а там, ну, пацаны курят, они меня накуривают, и, ну, я иду на костлях, короче, по лестнице, и, ну, не удерживаю равновесие и падаю. Просыпаюсь, когда, в следующем утром, у меня, оказывается, швы разошлись, короче, подо мной опять пятно крови, меня быстренько в охапку, короче, опять в больницу, и там, в этой больнице я пролежал уже полгода, так как у меня начался, началось заражение крови, некроз, короче, там, рана загноилась, вот. Это было все вызвано этим падением? Да. Ну, там, как бы, я упал, меня принесли в комнату, и не знали, что у меня там под гипсом, у меня же был гипс, типа, все закрыто было, и там кровь потекла, и только, ну, когда вот гипс сам по себе размяк, пропиталась кровать этой кровью, только тогда я понял, что-то уже не так, и там просто, ну, шов, короче, один-два разошлись, и это начало просто струей течь, и, ну, я пришел, понял, что типа что-то не так, когда уже гипс, короче, ну, мягкий был, когда его растопило. Второй мой шрам, это вот на кулаке, это как раз девочка, которая меня спасала тогда, которая меня поддерживала постоянно, которая мне, так сказать, давала надежду, что я не такой вот от Мороза, как все мои знакомые. Она мне изменила, потому что сам ее отпускать очень не хотел, мне было с ней хорошо, но в то же время, как бы, она была... Я сейчас просто читаю Комиссарову, она была таким рапаном, который прям, ну, минусует, прям, очень жестко. Кого ты читаешь? Психолога Комиссарову. Ну, там, по программе рапана. Это что такое? Это... Это не до рыбы. Рыба – это человек, у которого инфантильное поведение, то есть несозревший человек, и у него корона, то есть, ну, психозащита, которая позволяет тебе срываться на человека, который не дает тебе... чувствует себя, вот, лидером. Сколько времени прошло между тем, как ты выписывался полгода из больницы и вот этой второй историей? Год, где-то. Год. А что это за шрам у тебя осталось? Это я... Ну, к тому времени я уже... уже получил деньги все свои, ну, то есть миллион. Стал уделять больше времени, еще больше времени, то есть пацанам. Стал намного меньше, короче, уделять ей времени. Вот. И, ну, она стала... стала гулять с моими друзьями, с которыми я учился, потому что на других знакомых у нее, я так понимаю, не было. И, ну, ей все говорили, типа, да вот, ты его не заслужишь, подкармливали ее самооценку, то есть корону. И она... наверное, уже разочаровалась у меня настолько, что решил, короче, идти к другому барыге, потому что, ну, я ей запрещал употреблять, я даже не знал, что она употребляет, пока не переспал. И ко мне, ну, приходит мой знакомый, говорит, типа, ну, слушай, это, пробей, я говорю, ну, гоно, про вас сейчас все будет. И он говорит, ну, ему можешь не звонить, типа, там, ну, у него, типа, ну, на свое пользование. Я говорю, как это, типа, а что там? Да там твоя, что, не знаешь, типа, с ним тусит. Я быстренько такой, три телефона набрал, приехали парни. Вот, мы на ауди сотке, короче, приехали к нему под окна, посигналили, он понял, что что-то не то, короче. Мы решили по-умному, там, парни отъехали. Мой знакомый встал на этаж выше. И, ну, когда она выходила, как бы, просто дверь поймали и влетели в квартиру, как бы, ну, его отлупили. Это я ему выбил зуб. Тут зуб был, вот, прям, между пальцами. Да. Третья история, это уже, так сказать, последнее время я уже... Сколько времени прошло между вторым и третьим? Ой, много, слушай, года два, наверное. Это уже было... После того, как я уже перестал с всеми общаться, уже там, другую компанию все нашел. То есть, вот, в ВКонтакте мне пишет мой очень хороший, прям, очень близкий знакомый. Он сейчас сбивает срок очень длительный. Говорит, типа, что, ну, приезжай там, как бы, ну, как у тебя дела? Я говорю, типа, вот, не употребляю, все дела. На самом деле, да? На самом деле, да. Сколько? Ну, как бы... Блин, слушай, сложный вопрос, как бы, я ему сказал, что не употреблял, как бы, ну, я подкуривался гашеком, травкой, как бы, ну, и... и жрал колеса, как бы. Я считал, что это не употребление. Я считал, что это не употребление. Разговор был за употреблением там о героине, о соли, там, и о прочих наркотиках. А я считал, что я не употребляю, я просто, ну, расслабляюсь в клубе. Вот. Я в то время работал в стрип-баре. Он позвонил тебе? Да, он мне позвонил, я работал в стрип-баре промоутером, и, то есть, ночная смена, он говорит, о, круто, давай я приеду. Я говорю, ну, хочешь, приезжай, типа, отдохнем, я тебя там проведу. Он говорит, вампирши вообще классные. Вампирши. Ну, вампиры что делают? Кровь сосут. А эти вампирши сосут не только кровь. Вот. И в итоге, что, он приезжает, я получаю деньги. Там у меня знакомство, там были, там, бардак, в общем, я там официантом до этого работал в Султане, у меня охранник знакомый. И, ну, и вот в этом, во все хорошо, короче, там я сам работал. В общем, ну, и мы пошли сначала в бардак, там посидели, потом Султан пошли, посидели. В итоге, ну, приехали к нему на такси, поспали, и на следующий день поехали в другой клуб, там я познакомился уже с девушкой, которая, у которой был бизнес, в общем, у меня был свой салон красоты. Вот. Но это уже не туда я пошел, короче. В общем, она меня познакомила с мужиком, который делает ремонт. С этим мужиком мы посидели, отдохнули, пришел, вот этот, как раз-таки, тоже не буду его имя называть, но он сейчас тоже сидит, короче, по, по-моему, вторая часть, короче, 105-й. Вот. Он, у него до этого было убийство, короче, потому... Ну, короче, убийца-рецидивист. Вот. Мы с ним встретились, познакомились, много-много алкоголя выпили. Ну, и вышли на улицу такие, что, по 40. А тебе было тогда 80? Нет, 12. Даже 20, наверное. Вот. И мы такие, идем, короче, море по колено, мне Янчик говорит, типа, что, такси вызываем? Я говорю, да какое такси, типа, ну, ты что, не поможешь, малюховая молодость? Сейчас, какую хочешь, мне говорит. Давай вот эту, короче, аккорд. Я говорю, ну, да, давай. Подхожу, а там, ну, какие-то пацаны трутся, в общем. И, ну, я давай, короче, на отвертку, короче, личинку выковыривать. А они стоят на меня, смотрят, не понимают, что я делаю. Походят на меня, дергивают. Ты что, типа, это, оказывается, их машина была. Ну, один меня бьет. Я пока падал, короче, Андрюха в этих мужиков летает, давай их месить там. Андрюха хотел как-то систи. Да. Потом Василий взлетает, тоже там начинает, начинается лютое месиво. И, ну, уже машину, машину, короче, ну, она уже открытая, понимаешь? Типа, ну, эти два мужика, они просто, вообще не в тему. И, ну, мы думаем, типа, сейчас, короче, надо отойти, короче, а потом разобраться с ней. Я начинаю убегать, и мои пацаны, там, не знаю, что, они там тоже куда-то делись. Я убегаю, и на меня этот пацан сзади прыгает, ну, я потерял на лес, и лицом, короче, об бордюре, вот, в общем, ну, я его скинул, потом из этой машины вернулись, все-таки ее забрали. Пока мы ехали на этой машине, короче, до травмпункта, потому что Андрюхе была сломана рука, у Васильевича там что-то глаз, короче, у меня тоже глаз. Ну, пацанов было больше потерь, потому что мы, мы одного пацана лицом, короче, стекло в машине выбили, а другого, короче, ну, вообще его шатали, который вот на меня прыгнул, он в очень печальном состоянии был, у него башка, наверное, там пробита, и нос в другую сторону. А ты сказал, что у тебя сейчас суд был? Да, был, но у меня там, не, не, у меня суд был по грабежу. Все, я понял. Там все прошло, вы тачку где-то бросили, никто вас... Не, мы пока ехали, в общем, зима была, опять-таки, и нас занесло, короче, мы там в дом впилились. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok